В этом зале сегодня присутствуют видные военачальники дружественных нам государств Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южноафриканской республики. Мы ценим вашу поддержку. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все хорошо. Все в абсолютной безопасности. Никакой паники нет. 6 миллионов единиц земли, 20 миллионов волонтеров, 300 миллионов сотрудников Росгвардии, 650 миллиардов дронов все потушили. Никакой опасности нет. Опасность уничтожена. Безопасность восторжествовала. Как здесь классно. Столько все душевно. По-домашнему. О взрывах на севере Крыма в селе Майское под Джанкоем. Также сообщается о том, что гауляйтер Крыма, самопровозглашенный премьер-министр Сергей Аксенов срочно выехал на место взрывов. При этом пропагандистские СМИ утверждают, что взрыв произошел на электрической подстанции. В то же время ряд СМИ сообщили о том, что на самом деле взрывы произошли на складе боеприпасов и произошла многочисленная детонация. Ну, по крайней мере, те видео, которые выставило государственное агентство Russia Today, действительно показывают взрыв, похожий на электрической подстанции. Но, сюрпризик, другие видео показывают взрывы совершенно в других местах. То есть, вполне возможно, что либо это видео не из Джанкоя, или, может быть, это взрывы от разлетов. То есть, действительно, что сначала произошла детонация на складе боеприпасов, а потом, возможно, прилетела на электрическую подстанцию. Ну, пока это только гипотезы, факт остается фактом. Взрывы многочисленные слышны, их в том числе подтвердили и в меджилисе крымско-татарского народа. Об этом, как сообщает Крыминформ, заявили местные жители. Они слышали многочисленные громкие хлопки. Из разных точек Джанкоя виден, поднимается черный дым. При этом, местные жители публикуют в социальных сетях многочисленные видео пожара, а также на трансформаторной подстанции. То есть, подтверждается эта информация. Один из лидеров меджилиса крымско-татарского народа, бывший народный депутат Рефат Чубаров, заявил, что в Крыму сообщили его источники о точном попадании по воинской части Орков в поселке Азовское Джанкойского района. Но в 7.41 он уточнил свою информацию и сообщил, что попали в хранилище боеприпасов. Звуки от взрывов разносятся далеко по степи. Агентство Крыминформ уточняет, по предварительной информации, в Джанкойском районе сегодня утром произошло сразу два ЧП пожарно-трансформаторной подстанции в Джанкой и детонация на складе боеприпасов в поселке Майска. Источники Крыминформа в экстренных службах эту информацию подтверждают. То есть, как мы видим, и боеприпасы взорвались, и трансформаторная подстанция. То есть, как это связано между собой, ну, очевидно, еще раз повторю, возможно, речь идет о разлете осколков. Село Майское находится менее чем в одном километре от поселка Азовское. Ну, еще раз важная информация. Ну, что ж, друзья, как мы видим, взрывами в Новофедоровке все дело, собственно говоря, не ограничилось. Пока, пока взрывы на складе боеприпасов еще рано приписывать на счет и ставить звездочку с БСУ, но вероятность этого, безусловно, есть. Тем более, ход комментариев, которые дают пропагандистские СМИ, свидетельствует о том, что они будут всячески отрицать причастность ЗСУ к этому очередному взрыву. Что еще более укрепляет нас в смысле в том, что ЗСУ могут иметь к этому непосредственное отношение. Либо местные партизаны. Ну, собственно говоря, чуть больше информации, надеемся, появится далее. В случае с Новофедоровкой практически сомнений в том, что это явилось результатом целенаправленной атаки ЗСУ у мировых СМИ нет. При этом, еще раз хочу напомнить, официально Генштаб ЗСУ информацию о причастности к взрывам в Новофедоровке отрицает. Ну, вот такая нас там нет, как говорится. И, собственно говоря, эта позиция является железобетонной на сегодняшний день. Ну, давайте перейдем, собственно говоря, к Попасной. В Попасной произошли взрывы, причем произошли они с подачи одного из мелких, достаточно мелких, кремлевских пропагандистов, которого зовут Сергей Среда. Напомню, он разместил в этот самый Сергей Среда, разместил в своем телеграме, канале, на который были подписаны на момент взрывов в Попасной, что-то около полутора тысяч человек. Тем не менее, он засветил адрес, где четко видно, значит, улица Мироновская, 12 на этом самом видео. Радостно сообщил о том, что встретился с представителями ЧВК Вагнера. И вот, собственно говоря, в это самое место, на улице Мироновской в Попасной, прилетело из Хаймарсов, как об этом сообщают многочисленные СМИ. Уничтожено общежитие. Также сообщается об уничтожении свыше 100 наемников частной военной компании. Интересный нюанс всей этой истории добавило присутствие там хозяина ЧВК Вагнера, известного путинского прихлебалы, олигарха уже теперь Евгения Пригожина, который также засветился во время пребывания в Попасной. Ну, дальше, собственно говоря, после того, когда стало известно о взрывах, уничтожении этой самой базы ЧВК, началось самое интересное. Пропагандистские СМИ начали сообщать о том, что на самом деле Пригожин жив, потому что начали появляться многочисленные версии относительно его гибели во время этого инцидента. И впоследствии Пригожин разместил собственную фотографию на развалинах, где, как утверждается, он решил опровергнуть слухи о его гибели в результате обстрела базы Вагнера в Попасной. На этом фото, как утверждается, он сфотографирован на месте удара Хаймарсами. Зачем это было нужно сделать? Причем это лихорадочно имеет характер целенаправленного вброса. Но абсолютно очевидно нужно было опровергнуть все эти самые слухи. Далее, собственно говоря, началась еще более смешная информация, связанная с тем, что пропагандисты начали разгонять информацию о том, что ЧВК Вагнера на самом деле само подставило, само организовывало эту спецоперацию для того, чтобы вдумать и засветить место нахождения Хаймарс. То есть они специально на этом самом пропагандистском видео этого самого Сергея Среды утверждают, они засветили адрес в Попасной для того, чтобы определить, откуда же Хаймарс наносит свои удары и нанести удар в ответ. При этом об ответном уничтожении огнем Хаймарсов нам ничего не известно. Но вот эта целенаправленная информационная ДЭЗа, вброшенная с целью прикрытия, сообщение о том, что никакие вагнеровцы в действительности не пострадали, истерично разгоняемые пропагандистами утверждают на смысле о том, что все как раз таки удалось. И зажарить орков в огромном количестве в результате этого удара таки получилось. И все их попытки лихорадочно скрыть эту успешную атаку ЗСУ предпринимаются с одной конкретной целью. Заявить о том, что на самом деле все это придумали они. Это все их информационная спецоперация. Но в этот раз им, очевидно, не выгорело. Кроме того, также подтверждена гибель на территории Донбасса, оккупированного еще одного кремлевского прихлебателя. В частности, издание Тайгаинфо сообщает об гибели заместителя председателя общественной палаты Алтавского края Евгения Новикова. Сообщается о том, что он найден на территории самопровозглашенной ДНР. Он пропал после обстрела 10 июля под Шахтерском и уже сейчас, наконец, стало известно о его смерти. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Редактор субтитров А.Семкин